Следственный комитет РФ собирает доказательства издевательств, пыток и убийств мирных жителей, которые неонацисты совершали на территории новых российских регионов. Показания дают как пленные украинские боевики, так и освобожденные из плена российские бойцы. Показания четырех украинских пленных многое дают понять о степени жестокости тех, кто противостоит российским военным. Вот лишь несколько эпизодов, совершенных весной этого года. Обвиняемый Алексей Томилин дает показания в том числе и на своего сослуживца по фамилии Курыленко, который в конце марта расстрелял жительницу Мариуполя. «Я увидел, что Курыленко прячет пистолет марки ПМ себе за пояс, а в двух метрах от него с левой стороны лежит женщина с пулевым ранением в голове. Женщина то ли выдохнула, то ли вдохнула, в общем, издала звук. «Чисто автоматически, я нажал на спусковой крючок, и произошел выстрел в область грудной клетки», — рассказывает Алексей Томилин. Установлено, что обвиняемые в марте и апреле этого года выполняли незаконные приказы своего командования по жестокому убийству безоружных мирных граждан. Обвиняемый военнослужащий Алексей Томилин дал показания, согласно которым его сослуживец выстрелил в затылок пожилой женщине лишь за то, что она высказывалась в поддержку России и президента РФ, информирует руководитель пресс-центра Следственного комитета России Светлана Петренко. Томилин обвиняется в убийстве еще двух мирных жителей, он и еще один военнослужащий ВСУ стреляли по прохожим из окна многоэтажки. Я застал следующую картину, один гражданский уже находился без признаков жизни, второй лежа продолжал вести видеосъемку. По нему Курыленко вел огонь. Я, присоединившись, произвел два прицельных выстрела, продолжает свой рассказ Алексей Томилин. Другой обвиняемый, Василий Михайлов, показывает следователям, как забил до смерти местного жителя, в детском саду, где в тот момент находились позиции ВСУ. Я вот сюда ударил его, повалил на пол его. Мог наносить по туловищу, по ногам, по плечам мог наносить. Когда я завел его в клетку, он схватил меня рукой за ногу. Я повалил его на пол и нанес удар, описывает произошедшее обвиняемый Василий Михайлов. Следственный комитет расследует еще два эпизода. Военнослужащий той же 36-й бригады Даниил Овчинников, выполняя приказ командира, открыл огонь по мирным жителям. Командир 74-го разведывательного отдельного батальона ВСУ Артур Пустовойт тоже убил безоружного человека. 20 марта 2022 года находился на посту. Сделал выстрел просто в его сторону. И когда подошел, человек уже упал, не подавал уже признаков жизни, признается обвиняемый Артур Пустовойт. У следователей сейчас несколько дел, где речь идет о жестоком обращении с военнопленными, гражданским населением, применении запрещенных средств и методов, это 356-я статья Уголовного кодекса. Не по себе становится, и когда слушаешь рассказ двух освобожденных бойцов ДНР о том, как пытают током в украинском плену. Когда они тебя приводят, они тебя тоже бьют. Чтобы запугать по большей части, говорит военнослужащий народной милиции ДНР Артур Клинов. Кто-то на электрический ток попал, добавляет его сослуживец Станислав Лебеденко. Провода привязывали к ним и током просто били по пару часов. Розетки? Мы не знаем. Завязанные глаза у них, в мешке, они просто рассказывали. Синие пальцы приезжали к нам, говорит о мучениях пленных Артур Клинов. Ожоги на теле, продолжает Станислав Лебеденко. Вернувшимся из плена, сейчас помогают психологи. Сломали палец на руке и потом разрезали мне футболку и канцелярским ножом порезали мне на правой лопатке. И присыпали еще соль. И дубинкой били, и молотком деревянным по голове били, вспоминает побывавший в украинском плену военнослужащий Николай Порохни. Каждый подобный эпизод обязательно будет задокументирован и расследован. Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. Смотрим ВКонтакте, Одноклассники, Дзен и Телеграм ВКонтакте, Одноклассники, Дзен и Телеграм. Одноклассники, Дзен и Телеграм.